Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Возможные порывы ветра до 14. Температура воздуха ночью плюс 7-12 градусов. Днем 22-27. Ночью в горах местами от 1 до 6 тепла. Днем воздух прогреется до 17. Черкесский без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду с порывами до 14. Температура воздуха ночью будет от плюс 10 до плюс 12. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 27 градусов. Наш сегодняшний гость приехал к нам из Санкт-Петербурга. Дело в том, что он очень любит горы. Он альпинист с большим стажем, горный турист и предприниматель. Целью приезда Дмитрия Захаренкова в нашу республику является возрождение лучших советских традиций альпинизма. И в эти минуты автор и руководитель всероссийского проекта «В связке» Дмитрий Захаренков поделился своими идеями с моей соведущей Белой Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, Батя. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Тем более я знаю, что сегодня-завтра вы уезжаете. Прям вот-вот. Вы гость из Санкт-Петербурга. Приехали вы к нам в гости в Донбай для того, чтобы, как вы сказали, не открыть, а восстановить школу альпинизма. Мне бы хотелось, чтобы вы вкратце рассказали об этом проекте. Хорошо. Наш проект «В связке» целиком посвящен тому, чтобы восстановить систему подготовки альпинистов, которая была создана в СССР. И мне особо хочется вернуть, возродить и сохранить культуру горных восхождений, аналогов которой нет нигде в мире. Которая выросла как раз вот в этих альпинистских лагерях в Советском Союзе и создана сердцами, руками великих альпинистов, про которых мы знаем. Знаем. И главное, чтобы про них не забыли. Димочка, ну почему именно в Донбайе? Донбай, ну здесь несколько причин. Личная причина моя – это 40-летняя мечта. 40 лет назад я должен был в 80-м году оказаться в Донбайе, но наш первый поход сократился из-за погоды. И вот 40 лет Донбай меня ждал. В этом году, несмотря ни на что, я решил, что я буду в Донбайе. Вторая причина, она поважнее. Донбай – это колыбель советского альпинизма. Именно в Донбайе, в силу его особых природных и климатических условий, было создано несколько альпинистских лагерей. И в рассвет альпинизма до 600 человек в смену обучались альпинизму на территории Донбая. А смен было 5. Я очень верю, что это все получится, потому что действительно это колыбель альпинизма. Но еще об одном мероприятии мне бы хотелось у вас расспросить. Вот буквально сегодня вчера тоже закончился какой-то форум. Хорошо, что вы меня об этом спросили. Одним из решений форума было организовать, недолго думая, прямо на будущий год, альпинистский лагерь на территории Донбая, который бы, действуя, конечно, под эгидой и с методической организационной помощью Федерации альпинизма России, начал бы подготовку начинающих молодых альпинистов. И мы положили бы начало восстановлению системной альпинистской школы в Донбай и возвращению в Донбай альпинизма и горного туризма. Дима, я поняла, что вы очень любите Донбай, а мы любим всех, кто любит нашу землю. Я желаю вам почаще приезжать к нам, чтобы все ваши мечты осуществились, чтобы все ваши вот эти планы воплотились в жизнь. Спасибо вам. Спасибо, Белла. И, пользуясь случаем, приглашаю всех телезрителей попробовать себя в альпинизме, в горном спорте. Следите, пожалуйста, за информацией. Но на будущий год мы надеемся, что первый восстановленный альплагерь, полевой, откроет свои двери в этом прекрасном месте. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Следующий выпуск Вестей смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok